Привет, с вами Торо. Ну, вы на Кнаре Ниссанрайз, и это Данганронпан 2. Мы с вами закончили аж в мае на не очень приятном моменте. Это момент казни Гандама и его бедных хомячков. Нет, ну хомячки, конечно, выжили, но хомячки-то остались у нас без хозяина. Давай, Фокси, пока. Ну, а я тебя осуждаю, просто чтоб ты знал. Тебя совсем не волнует, да, судьба хомячков? Гандам. Грустно все это. Хоть Гандама больше и нет, слова, которые он после себя оставил, остались в наших сердцах. Блин, знаете, за пару месяцев слова, которые он нам оставил, вычхались из моего сердца, потому что я не помню, что он нам говорил. Не отказывайтесь от жизни. Спасибо, игра, спасибо. Вот, вот, вот. Теперь я вспомнил, и теперь они снова останутся в моем сердце. Возможно, я не так его понял. Тогда что он имел в виду? Я не знаю. Как бы сильно я об этом не думал, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь найти правильный ответ. Черт возьми. Твою ж мать. Я на взводе. Мне нужно выпустить пар. Вы все так сильно переживали друг о друге. И из-за этого все закончилось вот так. Вы все такие сволочи. Каждый из вас. На еще большая сволочь, это я. Я мое. Ну почему я такая слабая? Да уж. Это разочаровывает. Но все же. Несмотря на подобные чувства, мы все равно должны стараться изо всех сил. Да, верно. На сей раз, мы должны двигаться вперед. Мы обязаны продолжать жить и верить в наших друзей. Друзей, а она все еще друзья. Несмотря на то, что в любой момент ей может шило в бочину прилететь. Иначе. Гандам восстанет из ада и будет на нас очень зол. Да. Ты права. Нам нельзя здесь просто стоять. Потому что ничего еще не окончено. Нам нужно продолжать. Мы должны покончить с этим. Ради наших погибших друзей мы обязаны покончить с этим раз и навсегда. Поэтому. Поэтому. Да. Она плакала в этот момент. Когда это говорила. Нельзя просто здесь стоять. Нужно подняться и идти. Двигаться вперед. Жить. Да. Двигаться вперед к новому убийству. Конечно. К новой смерти одного из тех, кого мы считаем другом. Иначе. Жертвы тех, кто сражался и умер. Будут напрасны. Нет. Жертвы тех, кто сражался и кого убили. Или жертвы тех, кто сражался и кто убил. Здесь никто не сражался и не умер. Понимаете, в чем дело? Единственный, кто сражался и чуть не умер. Это была наша буйная подруга. Акана. Потому что остальные либо ничего не делали. Их убили. Ну. Либо они сами убили. А потом убили их. Так что. Нельзя этого допустить. Ну и как долго вы собираетесь тут балаболить? Классный суд окончен. Так что мы... Так что вы можете вернуться на остров Бармаглот. Нам же откроют новую локацию, да? Однако. Убийственная школьная поездка будет продолжаться как обычно. Учтите это. Стой. Как? Как долго ты собираешься продолжать это? О, ужас. И правда. Как долго он собирается продолжать это? Как долго это будет продолжаться? Судя по тому, что этот... Этот медведь получает от этого только удовольствие. Продолжаться это будет долго. Очень, 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 очень долго. Максимально долго. Вот, так получше. Что ж. Я очень долго грустила. Но, наконец-то, я восстановилась. Давайте вернемся и перекусим. Она грустила 5 минут с начала стрима. Учитывая то, что у нас была определенная прелюдия минутки 2. Она грустила минутки 3. По сути. Угу. Очень долго грустила. Мне бы так. Погоди. Что-то ты быстро переключилась. Ты знаешь, Гандам с Никамару были правы. Это и есть жизнь. Верно. И она тоже как Соня плачет. Она действительно поражает. Но серьезно. Я проголодалась. Тогда давайте вернемся и поедим. А затем, после того, как наедимся, давайте по полной отоспимся. А потом снова постараемся изо всех сил. Да, ты права. Давай, Кирка, приятного. На этом классный суд подошел к концу. И мы снова вернулись на остров Бармаглот. Количество людей в нашей группе заметно уменьшилось. Но несмотря на это, пусть нас и осталось не так много. Мы решили повеселиться от души. В смысле, наесться от души. Разумеется, наш оптимизм был исключительно поверхностным. Но на тот момент мы смогли забыть о мрачном отчаянии, окружавшем нас. Однако, у меня все же были волнения. И связаны они были. С ним. Его с нами не было. Он внезапно исчез из нашего поля зрения. Да, я точно везунчик. Ох, блин, я вспоминаю. Мы же играли там еще за Нагито. О, господи. Было, 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 было. А я никогда не ожидал, что получу столько ценных вещей за какую-то русскую рулетку. Благодаря ним я узнал личность нашего истинного врага. И сделал это раньше всех остальных. А-ля, мышь. А вы просто посмотрите на эту мышару. Это даже слишком смешно. Ведь никто не догадался, что я лгал. Как будто в папке могла быть информация только про Хадзима. Наверное, они были слишком заняты другими делами. Или, может быть, они уже не способны на большее. Как бы то ни было, мне повезло. Было бы нехорошо, если бы они узнали. В любом случае. А я не могу такое пропустить. Я не могу такое простить. Такое, ни за что нельзя прощать. Я не могу пустить все это на самотек. Я стану тем, кто остановит это раз и навсегда. Даже если это будет стоить мне жизни. Ради надежды. Я не могу это проигнорировать. Кукухотечь у него меньше не стало за то время, что мы не виделись. Привет, вот и Монакума. Кто меня вызывал? Спасибо, что пришел. Да это же наш одинокий малыш Нагита. Тебе тоже не с кем провести ночь. Ночь с плюшевым медведем. Ну, так что случилось? У тебя такое жуткое лицо. Ясно. Это так заметно. Может, ты смог вычислить предателя? А ты хорошо меня знаешь. Хотел бы я так сказать, но, увы, еще не вычислил. Понятненько. Даже ты еще не знаешь. Похоже, все карты будут раскрыты еще не скоро. Алекс, привет. Так зачем ты меня вызвал? Ты решил, наконец, признаться мне в любви? Амоли, привет. Ага, и провести ночь с плюшевым медведем. Нет, свою плюшевую акулу я на медведя, допустим, не променяю ни за что. Я вызвал тебя, чтобы спросить кое-что очень важное. Это про особый приз за комнату мертвеца. Ах да, а что с ним? В этой папке была информация о 16 учениках. Но разве это не странно? Что странно-то? Ну, среди нас ведь прячется предатель из основания будущего, верно? Вместе с ним. Всего учеников должно быть 16, верно? Ну, это папка содержит документы, которые были сделаны в Академии Пик Надежды, да? Разумеется. Я просто воспользовался тем, что сделал бывший директор. Если в этом файле содержится информация и о предателях, значит, этот человек тоже учился в Академии Пик Надежды? Хм, кто знает? А может такое быть? Это же твоих рук дело. Ты добавил в папку ложную информацию, да? Давно в эту информацию ты решил помешать нам узнать личность предателя? И что с того? Если моя работа – это накалять атмосферу, что такого удивительного в моей небольшой шалости? Я не об этом. А я о том, что ты уже знаешь, кто предатель. И что с того? Ты был абсолютно прав, когда заявил, что я с самого начала знал, кто предатель. Но даже так, как ты думаешь, почему я его проигнорировал? Я и Маноми стали игнорировать после того, как она свою папочку потеряла. А мне на предателя вообще пофиг. Значит, тебе все равно. Но это лично мое отношение. У вас, я уверен, оно другое. Все-таки, это он. Злый день из основания будущего заставляет вас проходить через это. И Фокс слинял ищата в такой момент, когда его, его здесь призывали. Господи, подождите. Его, его здесь призывали. А он взял и слинял ищата? Серьезно? Как? Зачем? Зачем, Фокси? Фокси, тебя же звали. Нервик, привет. Привет, привет, привет. Здесь призывают Фокси, а Фокси это игнорирует. Это как минимум неосправедливо. Ведь это он, злый день. Ай. Сейчас бы руку себе еще сломать. Это не совсем правда. Но я здесь не для того, чтобы враждовать. Все-таки, Наги-то решил переспать с Прюшевым Медведем. Аликс, это не я запретил. Это господин Фокси запретил. И не на этом, а на всех. Просто да, у модераторов на Твиче как бы полномочий побольше, чем на Ютубе. Поэтому, поэтому вот. Вместо этого, я пришел предложить тебе свое сотрудничество. Сотрудничество? Твоя цель? Вогнать каждого на этом острове... Вогнать каждого на этом острове в отчаяние. Я ведь прав? Поэтому, ты даешь предателю делать то, что ему хочется, верно? Нет, Русь, можешь, можешь, можешь. В таком случае, я могу этому как-нибудь поспособствовать. Однако, взамен я хочу узнать, кто предатель. Ясненько. Интересно. Очень интересно. Но вот уж нетушки. Нетушки. Я хочу, чтобы отчаяние почувствовали вы все. Все, включая тебя. Я знал, что ты так скажешь. Кроме того, я буду в такой печали, после того, как ты меня предашь. Как я и думал. Ты видишь меня насквозь. Неважно, что со мной случится. Мой образ мышления никогда не изменится. Чтобы создать ярко сверкающую абсолютную надежду, существуют такие ступеньки, как я, и отчаяние. Ты прав. Все-таки ты истинный поклонник надежды. Просто, Русь, тебе нужно для того, чтобы удалять сообщение, войти в режим модератора. Чтобы прям хорошо удалять сообщение, как туда войти. Правда, пока вопрос. Ай. Господи, я точно руку сломаю. Должен сказать, своим фанатизмом ты мне напоминаешь того человека. Напоминаю? Понятия не имею, о ком ты говоришь, но если такой отброс, как я, напоминает тебе кого-то, то ему должно быть очень не везет. Но ведь тебе повезло не больше. Я про то, что ты оказался втянутым в это. Разве? А я думаю, что мне очень повезло. Чего? Разве ты не говорил, что столкнуться с таким отчаянием – довольно редкая возможность. Я не могу никому доверять на этом острове. Вот почему я должен быть тем, кто сделает это. Если я смогу избавиться от отчаяния на этом острове, я уже не буду ступенькой. Я стану истинной надеждой. Ой, братишка, куда тебя понесло-то. Я стану тем, кто заслуживает называться абсолютной надеждой. Вы оба так похожи. Ты определенно напоминаешь мне его. Эй, у меня к тебе еще один вопрос. Кого ты ждешь на этом острове? Похоже, я снова оказался прав. Ты действительно кого-то ждешь на этом острове. Этот кто-то уже находится на этом острове? Да кукуха у него поехала давным-давно, и, как я и говорил, течь она не перестает со временем. Ну, отвечай на вопрос. Если это так, если этот человек уже на острове, разве это было бы не захватывающе? Крыша едет не спеша. Осталось пять дней. А вот и финал четвертой главы. В живых осталось семь человек. Сережка адской гончей. Вот бы с помощью нее можно было хомяками управлять еще. Да, само собой, сохраняем. И отправляемся в пятую главу. После того, как нас выпустили из дома веселья, мы вернулись к своим не совсем обычным жизням. И, как и прежде, наш день начался со сбора в ресторане. Знаете, каждый раз, когда мы здесь встречаемся, я думаю, в какое же безумие мы с вами вляпались. Ресторан существенно опустел по сравнению с тем, что было раньше. Еще бы. В самом начале, нас тут было в два раза больше. Дураки, соберитесь! Никамару? А, вы ничего не слышали? Это Никамару! Это был голос тренера Никамару! Что ты такое несешь? Он же уже... Сказуете, я его починил? Че ты ржешь? Я с тебя все дерьмо повыбиваю, если не перестанешь меня бесить. Эй, остынь. Я всю ночь работал, не покладая рук. Знаете, мне уже начинают надоедать специи в этом ресторане. Да уж, я начинаю понимать, насколько ценен был Теру-Теру. Эй, не игнорируйте меня! Я тут пытаюсь с вами поговорить кое о чем важном. Важном. Вот, у меня вся ночь на него ушла. Маленькие часики, Никамару, боже. Просто маленькие... Блин, не качайсяки. Бывает. Это что, кукла Никамару? Я не кукла, я Мини Мару. Мини Мару? Я сделал его из запчастей Никамару. Как он вам? Офигенно же вышло, да? Конечно, у него нет своей воли, так что это скорее игрушка. Это нужно подарить... Я знаю, кому она придется по душе и кто будет носить ее у себя в груди. Ну, между грудью. Я знаю этого человека. Ну разве же она не прикольная? Ака. Ака, ну что с тобой теперь всегда будет свой маленький Никамару? Ну чем плохо? Ты чего? Он такой милый. Спасибо, я его заберу. Четко, четко, четко. Я даже знаю, где ты его будешь с собой таскать. И хорошо, что у него нет своей воли, иначе из-за этого могли бы возникнуть проблемки. Я не говорил, что собираюсь вообще-то его отдавать. Не будь таким скрягой. У нас же все общее, да? Мы че, коммунизм уже строим? Эй! Это логика задиры! Это логика коммуниста. Хотя, какая разница? Я все равно сделал его, чтобы подбодрить вас. И пока он у нас есть, мы никогда не забудем о жертве Никамару. Сейчас мы стоим здесь. Только благодаря ему. Угу. Если мы не хотим, чтобы такое снова случилось. Наверное, нам тоже нужно сражаться. Нам нельзя убегать и дальше. Должен признать... Должен признаться. Никогда не думал, что услышу... Что услышу от тебя нечто настолько крутое. Ну, конечно. Все же. Гандам попросил нас никогда не сдаваться. Поэтому, я никогда не сдамся. Я буду стоять до самого конца. Гандам, пожалуйста, присмотри за мной. Эм, мисс Соня? А что ты думаешь о моей речи? Она даже по мертвому Гандаму сохнет больше, чем по живому Казуити. Сода, у тебя нет шансов. А ты что-то сказал? Чего? Я всю ночь эту речь учил. Какая боль. Мне он очень нравится. Спасибо, Казуити. Я бы посоветовал Соде, может быть, обратить внимание на Аканы. Но, учитывая, что Сода любит ляпнуть грубость, а Аканы может отвесить Чапалаха. И думаю, он может его не пережить. Как бы, поэтому я мини-мару. Твоё спасибо для меня не так много, значит. Кстати, его можно использовать для массажа уставших мышц. Правда? Это ж классно! Конечно. Всё-таки это я его сделал. Но точно он будет массировать грудь Аканы. О-о-о-о. Всё ясно. Я говорил, я говорил, что так и будет. Правда. Спасибо. Я хорошо о нём позабочусь. Акана выглядит очень счастливой. И, знаете, вот то чувство, когда Никамару сейчас сидит такой в этом мех-раю своём, там, где-то, где, куда попадают все сгоревшие видеокарты, процессоры. И он там сидит такой, бля, как же быстро, как же быстро ты меня променяла. Как же быстро ты нашла мне замену. Кстати, а что случилось с Нагитом? Я его так и не видела. Знаете, я бы его так и не видел. В принципе, и мне бы от этого хуже не стало. Не надо о нём париться. Он постоянно ходит в одиночку. Но всё же, как-то подозрительно он вёл себя во время последнего классного суда. Он, конечно, всегда был опасным ублюдком. Но на этот раз он пересёк черту, понимаете? Ой-ой. Угу. Тогда мы тем более должны его избегать. Но даже если мы будем его избегать, что вы будете делать, если он придёт к нам? Внезапное изменение... Внезапное изменение Нагита было очень странным. Интересно. Он узнал что-то, чего не знаем мы? В общем, Хадима, может быть, пора рассказать, что это было? О... О чём ты? Помнишь, что Нагита сказал во время суда? Вы всё ещё не поняли? Боже, да включите вы мозги! А вы же должны быть символами надежды, не так ли? А, я забыл. Ну, кроме Хадзима, конечно же. Что он имел в виду под Кроме Хадзима? А? Так ты всё-таки предатель? Да... Как бы всё не так. Я правда не хотел этого говорить, но... Похоже, у меня не осталось выбора. Сказать вам честно, ребята. Я не такой, как вы. Я никогда не был частью основного отделения Академии Пик Надежды. Я ученик из резервного отделения. Резервного отделения? Это значит, ты в от... Что в отличие от вас... Это значит, что в отличие от вас, у меня нет абсолютного таланта. Выходит, что... Я обычный человек. Это всё? Чего? Это всё? Чувак, не пугай меня так больше. Я не могу просто так от этого отмахнуться. Особенно, когда речь идёт обо мне. Я думал, что просто забыл. Я думал, что посещал Академию, потому что у меня был талант. Но чёрт! Всю свою жизнь я хотел быть уверенным в себе. Я думал, что покуп... Я думал, что поступил в Академию Пик Надежды, потому что наконец стал кем-то. Кем могу гордиться? А не каким-то... Горебаным учеником резервного отделения. Не унывай, Адема. Какая разница, из какого ты отделения? Она права. Ты наш друг, несмотря ни на что. Знаешь, в Японии есть одна поговорка. Страх... Страх признателен за опасность. Чего? Ты её вообще поисковеркала. Так, так все были здесь? Это была очень сложная схватка. Прости, я пыталась тебя подбодрить, но в итоге сказала совсем не то. Да какая разница? Слова вообще иногда сложные. Странно. Вы что, меня не видите? Какого чёрта? Ты же вся в крови. А, ты меня увидела? Да, я вся в крови. Это монозверь. Этот монозверь был очень силён. Не подходи ко мне. Убирайся отсюда. Никакого уважения. Со мной обращаются как с грязью. Эй, а почему бы тебе не смыть кровь? Мы тут как бы поесть, знаешь ли, пытаемся. А да, мне так стыдно. Так-то лучше. Позвольте мне всё вам рассказать. После жёсткой схватки, которой прежде не видывала история, я наконец победила последнего монозверя. Последнего. И благодаря этому, вы наконец можете пройти на последний остров. Понятно. Какая тусклая реакция. Я словно перед шведским столом. Только на нём лежат одни сябу-сябу. Сябу-сябу. О, господи. Гадета Тома. Грустит. Только не говорите мне, что вы опять... Вы опять начнёте говорить, что мы всё равно не можем сбежать с острова, так зачем идти на новый? Ну, не стану отрицать, что я многого не жду. Но кто сказал, что мы не пойдём туда? Конечно же, мы туда пойдём, тупица. Но если ты думаешь, что мы побежим, то ты неправильно думала. Потому что если мы не можем бежать, мы будем сражаться. Я размажу всех, кто заставит нас пройти через это одним ударом. Сражаться? Серьёзно? Эту страшную группу не зря называют разрушители мира. Вы в курсе же? Чего? Ты что, забыл, что сказал до этого? Да, такую воодушевляющую речь, которую он там долго репетировал. Идиот! Я это сказал лишь, чтобы впечатлить мне Соню. Ну, какого хрена? Нукомонитесь! Если у вас есть силы на ссору друг с другом, то лучше направьте эти силы на нашего врага. А теперь вперёд! А лучшая защита это нападение. Ты права, сейчас не время для перепалок. Эх, я не совсем это понимаю, но когда Мисс Соня так говорит, то моя кровь начинает вскипать. Ну всё, я завожусь! Поехали на этот ваш новый остров! Основание будущего. Монакума. Маноми. Я их всех разнесу. То есть и меня? Ребята, на вас можно положиться. Эй, говори так, словно это тебя не касается. Ты ведь тоже наш друг, знаешь ли. Да, ты прав. Маноми, ну, как бы, она же нас сюда притащила, значит, имеет какое-то к этому отношение. Точнее, не какое-то, а прямое. Значит, всё в порядке. Тогда я тоже буду стараться. В момент, когда мы вышли из ресторана, выражение наших лиц явно отличалось от тех, что у нас были раньше. Они были полны сил, воли, они пол, они были полны силы воли и решимости. Вооружившись ими, мы начали свой путь к последнему острову. Но в моей душе всё ещё сгущались тучи. Я не мог перестать думать о резервном отделении. Из-за этого меня переполняло странное, неудобное чувство, застрявшее костью в моём горле. Но я старался об этом не думать. Я пытался сосредоточиться на движении вперёд. Но что-то пошло не так, да? Глава пятая. Улыбнись надежде во имя отчаяния. Теперь, когда мы на зверя не стало, мы смогли пересечь пятый мост и попасть на последний остров. Так вот он какой. Последний остров. Повсюду выселись огромные небоскрёбы. Словно весь этот остров был одним гигантским городом. Ну, как бы, угу. И какой-то он слишком технологичный, что ли. Я думаю, Казуити здесь точно понравится. От него исходил сильный дух научной фантастики. Как будто бы с фотографией метрополиса из ближайшего будущего. Такая обстановка вполне подходит последнему острову. И, ребят, думаю, нам самое время сделать небольшой перерыв, пополнить запасы чая, после чего мы продолжим. Пять минут. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok